Добрый день, дорогие друзья, приветствую в «Экономика и Здравого Смысла». С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема «Мир и добрососедство по-Лукашенковски. Под дудку кровожадного нацистского Кремля». Один из руководителей идеологического аппарата администрации президента заявил, что идеология и идейный мировоззренческий фундамент белорусской политики – это «Мир и добрососедство». И Беларусь гордится тем, что они предлагают именно эти основы для построения отношений с соседями. Мир, добрососедство, гуманизм. Представляете, что говорит белорусский режим, который стал со-агрессором в войне против Украины? Представляете, что говорит режим, который объявил битву своему, войну своему народу и имеет почти 5000 политзаключенных? Это говорят люди, которые на самом деле построили всю политику на том, чтобы вместо мира была война, вместо добрососедства были страшные дрязги и железные занавесы вокруг. Это говорят люди, которые всю страну, все общество поделили на сегменты и которые никогда не были таким разобщенным, таким испуганным, таким фрагментированным за всю свою историю. Это говорят люди, которые по идеологии, по сути дела, воспроизводят Орвала. Мир – это война, бедность – это богатство, голод – это процветание и сытость. Все, что они говорят, просто нужно понимать с точки зрения наоборот. Какого же мира? Вы знаете, дивиденд мира всегда очень важен в современной мире экономики. Это когда страна имеет стабильное отношение с своими соседями, это когда она защищает права собственности, когда она обеспечивает свободу перемещения товаров, денег, услуги, рабочей силы. Тогда вероятность того или риски того, что будет какое-то вооруженное столкновение равны нулю. А когда Сандро Лукашенко, с одной стороны, его чиновник, какая-то пешка в администрации, говорит, что мир и добрососедство – это наше все. С другой стороны, Лукашенко говорит, мы тут погуляем, пройдем по Варшаве, по сути дела, грозя военной агрессией, когда он принимает на своей территории вагнерцев уголовник, убийцы преступников, которые воевали против Украины, это тот самый Лукашенко, который поддерживает Сирию, который уничтожает свой народ, это тот самый Лукашенко за мир и добрососедство, который вместе с Путиным думает, а как же сделать так, чтобы разделить мир и уничтожить Украину, это тот самый миролюбивец, добрососедец, и человек, который на самом деле настолько заврался, это как советские лидеры были преступные, как тот же Сталин, тот же Брежнев, те же антроповы и все прочие, которые воевали со всем миром, и все это называли мировой солидарностью, мир, труд, май, помните? И вот поэтому, когда вот этот чиновник администрации говорит про мир и добрососедство, он говорит, но самое главное для белоруса это на самом деле труд, самоотверженный, добросовестный труд во имя нашей Родины. Ну, хорошо, что еще не сказал, что мы обеспечим этот самый труд в шарашенных конторах, в концентрационных лагерях и на полях. Хотя на самом деле они уже обеспечивают, потому что те режимы занятости, которые предлагает бюджетникам, те режимы занятости, которые предлагают сельхозаграрным работникам, ну, мало чем отличаются от крепостного права. А такое крепостное право вроде бы лайт, а на самом деле, ну, знаете, если вы пойдете поджирновато, вряд ли покажется вам лайт. Мы уже видим, что как только человек попадает в список неблагонадежности, то его родственникам, даже его детям, грозит, по сути дела, волчий билет. Нигде не устроишься, никуда тебя не возьмут, и от фамилии просто пугаются, как черт от ладана. Это уже белорусская практика. А ведь все начиналось с того, что мы вернемся к советскому прошлому, мы восстановим промышленные предприятия, мы соединим хозяйственные связи с Россией. Помните, как это было в середине 90-х? И люди, которые мечтали о благополучном советском прошлом, понятное дело в кавычках, поверили этому популисту, пошли за ним. Ну, ладно, хорошо, пять лет первые шли, но можно было не разобраться. Ну, десять это надо было бы уже быть, не знаю, с каким уровнем IQ, чтобы не дошло. Но, друзья, 30 лет, и 25-30% людей считают по-прежнему, судя по опросам, понятное дело, со всеми оговорками, что это является достаточно хорошей перспективной политикой. Этот политик пользуется самым большим спросом в России. И вот, друзья, это и есть ментальная ценностная ловушка, которую мы попали, потому что отключили мозги, потому что вместо фактов принимаем фейки, вместо науки принимаем пропаганду, и вместо мнений авторитетных людей мы идем на поводу пропагандистов и тех людей, которые проплачивают через тролли свои информационные площадки. И когда мы, если мы не выйдем за парадигму чарка-шкварка, если мы не перестанем с презрением отрицать и просто экскомуницировать тех людей, которые врут уже 30 лет, я думаю, что Беларусь в значительной степени обречена на то же самое загнивание, которое обещали Америке и Европе. Только это будет загнивание вот этого маленького фрагмента, маленького фрагмента формально независимой, давным-давно уже, де-факто покоренной Республики Беларусь, которая на наших глазах превратилась в БСССР в самом худшем выражении, в концентрационный лагерь, которым, как в Аушфице, помните, было написано там за труд, а у нас на баннерах идеологов администрации президента написано «Мир и добрососедство». И все это написано под улюлюканье, хиканье вагнеровцев и под ракеты, под ракеты и дроны, которые собираются на территории Беларуси для того, чтобы запускать их, воевать с ими, против украинского народа. Друзья, спасибо большое за ваше внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!